В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Работу муниципального бюджетного учреждения благоустройства проверили чиновники из Московской области. В ряде моментов они нам подсказали, на что обратить внимание, а к чему применить совершенно иной подход. Возрастной врач. Чем занимается гириатор и кто может записаться к нему на прием? Проблемы у всех практически одинаковые. Это гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь сердца. В муниципалитете прошел ежегодный турнир по шахматам и шашкам, посвященный памяти Сергея Кузнецова. Для меня шахматы, во-первых, это спорт. И я хочу развиваться в этом спорте. Заместитель руководителя главного управления содержания территорий Московской области Никита Анашкин с рабочей поездкой посетил Ленинский городской округ. Цель визита – проверить работу муниципального бюджетного учреждения благоустройства, которое было создано в июле нынешнего года. Слово Максиму Козлову. Несколько улиц, детских площадок и дворов в городе Видное стали предметом пристального внимания заместителя руководителя главного управления содержания территорий Московской области Никиты Анашкина. На вооружении у проверяющего современные технологии. На карте указаны проблемные места, но на многих из них, как выясняется, уже все в порядке. Просто сообщить об этом позабыли. У вас исполнитель здесь ГО Ленинский. Вот. Смотри, с 24.08. Давным-давно убрали. Да, что они закрыли. А, закрыть забыли. Теперь за содержание части внутриквартальных площадей в Ленинском округе отвечает недавно созданное МБУ благоустройство. Его директор Артур Григорян и сопровождал Никиту Анашкина в рабочей поездке. От опытного взгляда заместителя руководителя главного управления содержания территорий или сокращенно ГУСТ не укрылось ничего. Например, довольно неприметное граффити. В июне мы сфотографировали и до сих пор она вот стоит на состоянии. Также во встречу участвовал начальник 24-го отделения главного управления содержания территорий Московской области Дмитрий Богданов. Стоит отметить, что ГУСТ был создан в результате реформирования Госаднотехнадзора и теперь выполняет функции контроля за содержанием территорий. Будем заставлять управляющих компаний и МБУ принимать все меры быстрее, оперативнее и реагировать так, чтобы нашим инспекторам меньше было поводов звонить и обращаться и заносить дефекты в систему СКПД, на базе которой мы работаем. Одна из целей визита заместителя руководителя ГУСТ в Ленинский округ – проверка готовности к зиме. Никита Нашкин, в числе прочего, посетил и базу МБУ благоустройства. Над комфортом жителей здесь трудится 220 человек. Организации для осуществления деятельности были переданы 79 единиц различной техники. Контроль за каждой осуществляется дистанционно. В этом дворе, условно, ездит один трактор, в этом другой. Вот здесь два трактора вместе проезжает один и тот же маршрут. Отвал и щетка. Главная цель рабочей поездки на стройка – взаимодействие между органами муниципальной власти, бюджетными учреждениями и управляющими компаниями. Директор МБУ благоустройства Артур Григорян отмечает, что, несмотря на критику отдельных аспектов работы, от встречи у него остались только положительные эмоции. Что-то для нас новое. В ряде моментов они нам подсказали, на что обратить внимание. А к чему применить совершенно иной подход. Поэтому это очень важно, что сегодняшняя встреча была, сегодня вот этот обход был. Максим Козлов, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Педиатр лечит детей, терапевт взрослых, а гериатр помогает справляться с болезнями пожилым людям. В Видновской поликлинике гериатрический прием ведет Надежда Сахарова, которая знает о проблемах здоровья людей старше 60 лет все, ну или почти все. Наша съемочная группа побывала на приеме у доктора. Попасть к врачу-гериатру можно, предварительно посетив терапевта или профильного специалиста. Пенсионерка Александра Григорьевна в этот кабинет приходит уже не в первый раз. Наладить правильное лечение ей помогла врач-гериатр Надежда Сахарова. Доктора очень хорошие, правильные таблетки подбирают. Ну, бывает, меняется. Сейчас вот я пью нормально тоже. В кабинете врача-гериатра можно измерить давление, сатурацию кислорода в крови, вес и рост. Все эти показатели помогут правильно скорректировать лечение. А учитывая то, что пожилые люди часто занимаются самолечением, направить их деятельность в нужное русло. Проблемы у всех практически одинаковые. Это гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь сердца, это сахарный диабет, это остеохондроз, артроз суставов. Вот все это приходит ко мне с кучей своих лекарственных назначений. Ну и приходится вот как-то это все контролировать, уменьшать количество. Моя задача – это уменьшить количество принимаемых препаратов. Врач проводит комплексную гериатрическую оценку, которая помогает выявить астенический синдром, включающий в себя разные заболевания. В основном это такие как когнитивные нарушения, то есть нарушения памяти, это снижение веса, синдрома нутриции, это остеопороз. То есть мы этими вопросами вот всеми тоже занимаемся. Надежда Сахарова не только принимает пациентов в своем кабинете. Она приходит с лекциями в Центр Вера и в городские парки, призывает к правильному питанию и активному образу жизни. Всегда говорю, 150 минут в неделю активной ходьбы – это очень даже хорошо. А если вы делаете это больше, это еще, наверное, лучше. Если до теоретной ходьбы, вообще насколько она действительно… Это замечательно. Это работают практически все группы мышц, улучшается опорно-двигательный аппарат, дыхательная система, сердечно-сосудистая система. Так что я только за. Принимает врач Гериатр ежедневно по будням с 8 до 14 часов. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Ленинское отделение Союза женщин России собрало гостей в историко-культурном центре, которым предложили вспомнить, каким цветущим раньше был город Видное. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Задумка Павла Гаевского и Тимофея Лемешко создать город-сад живет и поныне. Видное – один из самых озелененных уголков Московской области. Традиции первостроителей реализуются и в цветочных композициях. Об этом говорили участники встречи, организованной Ленинским отделением Союза женщин России при поддержке администрации муниципалитета. Цветы – это символ, несмотря ни на что, жизнестойкости, красоты. Вот такой вот, казалось бы, легкой, очень ранимой, а на самом деле очень сильной, всевыдерживающей красоты и непременной, обязательной, яркой и не без цветов победы. На экране в этот день демонстрировались зарисовки видновских пейзажей, парки и скверы, клумбы и палисадники, благоустроенные городскими службами и самими жителями. Некоторые гости цветочного торжества подарили всем присутствующим стихи на тему родного края. Славный город Винное, близко по Москве, потому что Винное и повсюду Винное, шелестки и сквозь. Мне кажется, что такое мероприятие надо было сделать более широко и масштабным. Почему? Потому что люди, которые сегодня занимаются, им тоже полезно это посмотреть и послушать. Нельзя с того оставаться на одном месте, надо развиваться. Участники встречи много говорили о важности озеленения новых микрорайонов, чтобы и эти территории могли по праву нести гордое название города-сада. Новым микрорайонам это необходимо как воздух, потому что построили дом, есть какое-то минимальное благоустройство. И каждый год, день из-за дня происходит озеленение. Мне, как руководитель управляющей компании, уже 6 лет. Конечно, бедна разница. Каждый год красивее и красивее становится. И я очень надеюсь, что в ближайшее время мы станем настоящими зелеными аллеями. Буквально на днях на территории второй очереди микрорайонной зеленой аллеи планируется высадить 120 новых деревьев. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Во дворце спорта «Видное» прошел турнир по шахматам и шашкам, посвященный памяти известного видновского шахматиста Сергея Кузнецова. Спортсмены разных возрастов поучаствовали в своеобразной зарядке для ума и поборолись за право быть сильнейшими в этих интеллектуальных играх. Е2, Е4. С этой, пожалуй, самой известной шахматной комбинацией начался традиционный ежегодный турнир по шахматам и шашкам, посвященный памяти Сергея Кузнецова. Эти интеллектуальные соревнования собрали более 50 спортсменов самых разных возрастов. И дети, и взрослые даже приехали со многих городов Московской области. Даже есть, есть, не дети, есть, из Твери приехали. То есть, довольно-таки диапазон участников. Игры проходили параллельно. На столах таймеры, ограничивающие время обдумывания хода, а за соблюдением правил внимательно следит судья. Турнир рейтинговый, где результаты вычисляются по итогам игр спортсменов друг с другом. Шахматисты сосредоточены и очень серьезны. Жителям нашего муниципалитета Роману Ярошову 12 лет, и уже половину из них он играет в шахматы. Успехи значительные. Сейчас юноша-чемпион Московской области по рапиду. Со своей манерой игры, привычками и кумиром Сергеем Корякиным. Для меня шахматы, во-первых, это спорт. И я хочу развиваться в этом спорте, стараться побеждать. Надо каждый день заниматься и с детства, как и Сергей Горякин. Большие планы и у юных сестер Алена Аносовой и Киры Баландиной. Занимаются они всего год, любят играть с белыми и, конечно, побеждать. Хотя это и не всегда легко и просто. Ну, это и чуть-чуть жалко, когда один кто-то выигрывает, а другой проигрывает. Ну, и классно, что ты выиграл. Очень интересная игра. Это померить в строй. Какая ваша мечта? Моя мечта – стать чемпионом по шахматам и завоевывать первые места в кубке. А я хочу стать самым настоящим гроссмейстером. В конце турнира победителям были вручены кубки и дипломы. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошел ответ на финальный матч Кубка Московской области по футболу, в котором встретились Домодедовский клуб «Пересвет» «Трехгорка» и команда «Легион» из Ивантеевки. Подробности об игре узнаем у Натальи Буслаевой. В Кубке Московской области по футболу в этом году приняли участие 12 любительских команд со всего Подмосковья. В финал турнира вышли два клуба – Домодедовский «Пересвет» и «Легион» из Ивантеевки. Решающая встреча прошла в Видном на стадионе «Металлург». Для нас очень лестно принимать, конечно, ответную игру финала Кубка Московской области по большому футболу. Мы, как известно, уже много лет во Дворце спорта развиваем мини-футбольную команду «Видное развитие», которая трижды уже была чемпионом Московской области. И вот сейчас у нас все больше и больше уже большого футбола в городе, что, естественно, приятно и популяризирует данный вид спорта. Матч обслуживает. Главная стихия – салата Александра Георгиевкина. Первый финальный матч состоялся три недели назад в Ивантеевке и завершился с ничейным счетом. Центральный защитник футбольного клуба «Легион» Игорь Сильченко рассказывает, что предыдущая игра была довольно сложной, но настрой у команды по-настоящему боевой. Я считаю, что шансы, наверное, у двух команд 50 на 50. Но учитывая то, что мы, грубо говоря, на хорошем ходу, мы в чемпионате в субботу обыграли эту команду с крупным счетом 9-1. Я думаю, что на таком кураже можем и сегодня продолжить. Первый тайм прошел без забитых мячей, но во втором футболисты «Пересвета» поразили ворота соперника дважды – на 58-й и 67-й минутах. Итог встречи 2-0. Команда из Домодедова стала обладателем Кубка Московской области. Такие же соревнования проходят в девяти еще межрегиональных объединениях по всей Российской Федерации. С 4 по 14 ноября в городе Астрахань состоится финальный этап Кубков, которые прошли в регионах. Стоит отметить, что областные команды достаточно успешно выступают в финальном этапе Всероссийского Кубка среди любительских команд. Несколько лет назад «Олимп» из Мытищ становился победителем соревнований, а в прошлом году «Домодедовский клуб» занял второе место. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!